Библейский портал экзегет.ру представляет 59-й псалом. Наша лекция проходит в Срединском монастыре, несмотря на то, что на видеозаписи будет другой фон, но мы ведем съемки в Срединском монастыре, опубликуем наши видеозаписи на порталах монастыре.ру и экзегет.ру. 59-й псалом, наверное, последний из тех, которые озаглавлены словосочетанием «Писание Давида». Упоминаемые в псалме «Сирия Месопотамская» и «Сирия Цаванская» — это указание на Северную Месопотамию и Северную Сирию. А вот Соляная долина — это область к югу от Мертвого моря. Ссылки на эти регионы дают псалому историческую привязку к тем военным походам, которые совершала армия Давида. Однако при сравнении с повествованием о походах в данные регионы из Второй книги царств обнаруживаются некоторые несовпадения. Согласно заголовку псалма, Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соленой. А согласно книге царств, Давид поразил 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. О поражении 18 тысяч идумеев в долине Соленой мы также встречаем рассказ в книге «Паралипоменон». Однако главным героем в данном источнике уже выступает не Иоав и даже не Давид, а Авесса, сын Саруи. Анализируя приведенные выше несовпадения, приходится предположить, что либо автор заголовка допустил какую-то ошибку, либо он опирался на какие-то иные сведения, отличные от дошедших до нас исторических книг Библии. Любая из этих гипотез приводит к одному и тому же выводу. Сначала был написан текст псалма, а затем, следуя продолжительное время, к нему был приписан заголовок, автор которого дал псалму не очень удачную историческую привязку. Основное содержание псалма — это жалоба всего общества верующих в Бога людей. Текст этой жалобы можно разделить на три части, две из которых начинаются со слова «Бог». Это 3-й, 7-й стихи и 8-й, 10-й стихи. А третья часть — риторическим вопросом, единственным верным ответом, на который также является слово «Бог». Итак, особое употребление слова «Бог» делит данный псалм на три части. Рассмотрим теперь последовательно его содержание. Третий, 7-й стихи псалма. Автор псалма начинает свою жалобу со следующих слов. «Ты нас отринул, прогневался и сокрушил». Подобные чувства отвержения описаны и в других псалмах плача. Люди чувствуют себя сломленными, беззащитными. Почва у них под ногами поколебалась, как после сильного землетрясения, что, кстати, нередко встречается на Ближнем Востоке. Вино изумления здесь — это не ароматное вино, которое несет в себе радость, а отравляющий, горький, крепкий напиток, от которого болит голова и шатаются ноги. Используя схожую метафору вина ярости, изливаемого из чаши гнева Господней, пророки предупреждали, что никакой народ не может устоять пред Богом, если тот пошлет свой карающий меч. Единственное, за что держится народ израильский, это слова «мы по-прежнему твой народ». «Боящиеся Бога, возлюбленные твои!» Народ обращается к Богу, «Обратись к нам, исцели повреждения в земле после землетрясения. Используй свою силу, свою десницу, правую руку, чтобы дать нам спасение услышать нас». В середине данного отрывка стоит шестой стих, символа которого не очень просто дешифровать. У пророка Иеремии также есть указание на некое знамя, которое предупреждает народ о вторжении завоевателей и побуждает отступить в укрепленные города, и в частности к Сиону. «Выставьте знамя к Сиону», — пишет Иеремия. «Бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель». И там и здесь, перед лицом национальной катастрофы, люди призваны объединиться под одним флагом, развивающимся на Сионе. В 8-10 стихах мы слышим слова ободрения, сказанные как бы от лица самого Бога. Возможно, они были сказаны пророком или священником в храме, во время общественного богослужения. Хотя враги опустошили страну, но ее территория как была, так и остается собственностью Бога, который дает землю в пользование тому народу, которому пожелает. Бог измеряет и разделяет землю между народами. Слова «мой Галаат», «мой Моносия» и так далее — это не просто перечисление территорий, входящих в состав землеобетованной. Имена, фигурирующие в данном перечне, занимают важное место в истории Израиля. Сихем располагается недалеко от Самарии, а Сокхоф — к востоку от реки Иордан. Там сыновья Иакова когда-то пошли скот, и где-то там рядышком Иосиф был отведен в египетский плен. Галаат также находится за рекой Иордан. Территория Моносии охватывала землю к востоку и гористую местность на западе от Иордана. Завоевание этих земель описано в книге чисел. Ефрем, который был могущественнее Моносии, был опорой Северного царства Израиля. Вместе с царствующим на юге коленом Иуды, Ефрем и Моносия составляют мышцы и скипетр всего народа. Муав и Эдом не входят в состав территорий народа Израильского. Поэтому в Псалме они изображены как рабы. Земли этих народов располагались к востоку от Иордана и к югу от Галаада, ближе к Мертвому морю. Маав здесь служит по Псалму как бы умывальницей для ног Господа. Образ Эдома, на которого хозяин наступает сапогом, может быть символическим описанием вступления во владение. Эдом изображен здесь как раб, который подбирает брошенную в его сторону обувь хозяина, когда тот возвращается домой из путешествия. Филистимляне призываются приветствовать Бога криками триумфа, признавая тем самым его превосходство. Филистимляне, которые когда-то хотели уничтожить Израиль, тем самым, согласно намекам Псалма, как бы признают притязание Бога на свою землю. Таким образом, в стихах 8-10 данного Псалма, собравшиеся в Иерусалимском храме на молитву люди, как бы сами себе напоминают, что обетование Божие о земле остается в силе, несмотря на то, что во время исполнения Псалма скорее всего, все выглядит совершенно иначе. 11-14 стихи. Едумитяне, по-другому, едумии, старые, древние враги Израиля со времен царя Саула. Во время Вавилонского нашествия они грабили израильские поселения. Кто сможет их наказать? Кто может вести успешную кампанию против их укрепленных городов? Ответ на этот вопрос только один. Это Бог. Но как быть, если Бог уже не выходит с нашими войсками, не воюет за нас? Выход только один. Молиться, осознавая, что защита от людей бесполезна. Помощь и спасение может прийти только от Господа. С Богом у нас появится сила. По-другому, войска. Он не зложит врагов наших. 14-й стих. Вывод. Стихи 7-14 данного Псалма с небольшими отличиями повторяются в Псалтире снова и входят в состав 107-го Псалма. Но там данным стихам предшествует не плачь, а слова благодарения и словословия, взятые еще из одного древнего 56-го Псалма. Заимствование текстов одних Псалмов авторами других Псалмов говорит о гибкости литургических традиций древности. На основании фрагментов из разных Псалмов формировались не просто поэтические вариации на одну и ту же тему, но совершенно новые гимны со своим особым колоритом и оригинальной центральной идеей. Молитва обозначена в 59-м Псалме. Говорит о том, что дружба с Богом укрепляет дрожащие колени и обеспечивает победу над врагом. Однако, надеясь на помощь свыше, мы, по примеру апостола Павла, не должны строить иллюзий. Когда Павел пишет о своей поддержке со стороны Господа, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он при этом не высказывает надежд, что Господь его обогатит и назначит министром. Он пишет, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Это слова скромного человека, который, несмотря на лишения, делает свое доброе дело и призывает всех «Радуйтесь всегда в Господе!» И еще говорю «Радуйтесь!» Продолжение следует...